Я рада приветствовать вас в четвертом выпуске из серии «Битва брендов». Если вы здесь впервые и вообще не понимаете, о чем идет речь, то я вам под буквочкой «А» обязательно оставлю первый выпуск, где я все в деталях объясняю. Но я вот каждый раз это повторяю, но я просто понимаю, что для тех, кто сейчас, вот конкретно сейчас, в данную минуту следит за этой серией, они все понимают и, возможно, их это раздражает, вступление. Но я уверена, что потом люди будут попадать на третий, на пятый выпуск, на четвертый и не будут понимать, о чем идет речь. Поэтому я прошу прощения у постоянных зрителей, но новые зрители, эта информация конкретно для вас. Я придумала эту серию «Битву брендов» для того, чтобы определить, кто из брендов делает самый лучший косметический продукт какой-то категории. На этой неделе я выбрала категорию «Карандаши для бровей» и каждый день с понедельника по пятницу мы берем новый бренд, тестируем его, ставим оценки и в конце выясняем, кто же, собственно, победил. Поэтому давайте приступать. Сегодня у нас с вами просто титан косметического рынка, а именно «Карандаш» от Буржуа. Я, честно говоря, помню его еще когда я была подростком, вот все время он был на полках в магазине, поэтому я решила его включить в эту битву, потому что я очень давно им не пользовалась, и мне вот интересно, каков он в сравнении с тем, что сейчас выпускается на рынке. Итак, это «Карандаш Буржуа», который называется, опять-таки, незамысловато, просто «Айбрау Пенсил», и я взяла себе оттенок «Третий Шатен». «Карандаш» вот этот сделан в Германии, и по весу здесь 1,13 граммов. Ну что ж, давайте пробовать. Первое, на что мне, конечно, хочется пожаловаться, это на вот эту отвратительную щеточку, которую они сделали в комплекте. Тут даже не с другой стороны, вот как на всех обычно карандашах делают, с другой стороны щеточку для бровей, а здесь она в колпачке. То есть, если вы колпачок потеряли, ну все, ваши проблемы. И что касается функциональности этой щетки, то, по-моему, это самая ужасная щетка, которую я вообще за последнее время использовала. Но что касается карандаша, то тут нам еще предстоит это выяснить, насколько он хорош или плох. Начинаю заполнять бровь. И опять это из более твердых карандашей. И он, кстати, по-моему, рыжий. Я вижу, что у этого карандаша хорошо получаются штрихи. Именно, то есть, если я вот так вот делаю, то получается вот как раз не растушеванные линии, а вот очень четкие штрихи получаются. Что-то, если честно, мне вообще не нравится пока что у меня получается. Такое впечатление, что я просто вот так вот прямыми линиями вырисовала себе бровь, как татуаж. Да, очень сильно, в первую очередь, раздражает вот эта щеточка. Если бы была более классическая щеточка, мне кажется, мне бы было легче все-таки растушевать бровь и вычесать лишнее, потому что карандаш оказался очень пигментированным. Наверное, самым пигментированным из всех, которые мы пока что тестировали. Действительно, он оставляет очень много цвета, но при этом растушевать это практически невозможно с помощью вот этого инструмента. Еще эта щеточка жутко пачкает века. Карандаш разрисовался, и вот он сначала ставил вот такие вот красивые штришки, а потом эти штришки начинают быть более толстыми, из-за того, что он чуть-чуть тупится, и вот просто много, много получается. Хочется намного меньше, хочется намного деликатнее, а тут получается много, очень выразительно, и что-то как-то так себе мне не нравится. Ну вот, если не пользоваться ничем другим, то это, наверное, максимум, на что я способна, потому что мне очень хочется взять какую-то щеточку для бровей и прям вот-вот так вот хорошо все растушевать. Особенно мне не нравится, как вот в начале брови. Я не знаю, как будет видно на камере, но вживую я вижу просто как неряшливо сделаны брови, вот как-то вот по-другому и не скажешь. Давайте я сейчас вторую закончу бровь, и мы с вами уже начнем подводить итоги. Ну что ж такое, это мне вообще не нравится, что у меня получилось с помощью этого карандаша. У меня такое впечатление, что у меня что-то среднее между карандашом, помадкой и татуажем вообще, потому что настолько графичными получились брови. И это не потому, что я их захотела такими сделать, а потому что мне просто титанических усилий стоила растушевка бровей вот этим вот, даже не знаю, как это назвать. А еще мне не нравится конкретно для меня, что я в этом оттенке вижу рыжий цвет, но это проблема уже скорее того, что я неправильно подобрала себе карандаш, потому что если судить с названием шатен, то в принципе оттенок может быть и подходящий. Ладно, давайте по порядку начнем оценивать этот карандаш. Что касается цвета, то конкретно этот цвет мне не очень подошел, но я вижу тех, кому он может подойти, я не могу сказать, что это отвратительный цвет. Что касается вообще всей линейки оттенков, то тут ситуация немножко странная, потому что вообще, насколько я понимаю, этот карандаш выпускается в шести оттенках, и я нашла растяжку этих оттенков, она мне очень понравилась. Там есть все от совсем светлого такого блонда пшеничного и заканчивая чуть ли не таким угольно-черным карандашом, очень хорошая растяжка. Единственное, я смотрю, что в Украину завезли только три оттенка по ходу, потому что я все магазины, которые я открывала именно украинские, там было только три оттенка. Среди них первый, третий, четвертый. Первый это практически черный, то есть он как-то называется там гранит или как-то так. Третий это вот этот, и еще есть четвертый, который чуть-чуть светлее, чем этот. Он называется светло-коричневый. Поэтому, что касается в целом растяжки оттенков, то, как по мне, она отличная, и среди всех брендов, которые пока что участвовали, она самая хорошая. Поэтому однозначно заслуживает оценки пять. Единственное, очень обидно, что в зависимости от региона завозят неполное количество оттенков. Что касается нанесения, то вы видели, с чем я столкнулась. Мне было крайне неудобно его наносить, особенно неудобно было его растушевывать. И я понимаю, что этот карандаш может взять в руки и человек, у которого намного меньше знаний и умений, и у него вообще, мне кажется, кошмар просто получится, потому что с другими карандашами у них есть какая-то защита от дурака, что ли. То есть, в принципе, сложно сделать прям отвратительные брови. С этим карандашом, мне кажется, что легче всего сделать именно отвратительные брови. Двойка, в моем понимании, здесь это совсем жестоко, потому что все-таки карандаш достаточно пигментированный, и все бы было хорошо, если бы не вот эта вот щелочка. Поэтому поставлю ему оценку три. Что касается дизайна, то как раз-таки здесь, в этой категории, у нас с ним особые проблемы, потому что я считаю, что дизайн явно уже нужно обновить. Вот это очень плохой дизайн для карандаша для бровей, по крайней мере, я так считаю. И за дизайн я ему поставлю два. Что же касается стойкости этого карандаша, то, как обычно, я вам сейчас на экране буду показывать, как выглядел этот карандаш в начале дня, и как он выглядит в конце дня. И также на экране вы увидите мою оценку по стойкости. Эх, не ожидала я, что в Буржуа карандаш меня так разочарует, потому что марку Буржуа я очень люблю. Вы знаете, что они делают мою самую любимую тональную основу, поэтому я немножко разочарована, конечно, этим карандашом. Обязательно сообщите мне, пользовались ли вы этим карандашом, какие у вас впечатления по поводу этого карандаша, нравится, не нравится, как вы используете его, какой вы оттенок купили для себя, нравится ли он вам. А у меня на этом все, но обязательно перед тем, как вы закроете это видео, подпишитесь на мой канал, это можно сделать вот здесь вот. Вот здесь вы сможете посмотреть все выпуски, которые уже вышли из серии Битва брендов, поэтому если вдруг это для вас первое, то обязательно посмотрите все. Там есть очень достойные и классные конкурсанты, которые могут вас впечатлить. А если вы следите за всеми выпусками, то мы с вами увидимся завтра в новом выпуске.